В области впервые прошел День работодателя. Данное мероприятие организовано Министерством просвещения и управления образования. В ходе встречи работодатели побывали в учебных заведениях, ознакомились с их материально-технической базой и обменялись мнениями по улучшению образовательного процесса. На сегодня в области функционируют 34 технических и профессионально-технических колледжа. Более 17 тысяч учащихся получают в них образование, большая часть из которых по государственному социальному заказу. По данным управления образования, в этом году почти 80% выпускников трудоустроены. Тем не менее, вопрос занятости молодежи не сходит с повестки дня. Для практического закрепления знаний делается многое. К примеру, в шести колледжах обучается 91 специалист, крайне востребованный на 47 предприятиях. Сейчас, согласно государственным стандартам, нет сроков обучения. Их руководство решает совместно с предприятиями, вместе составляют учебную программу, посредством договора производственное предприятие воспитывает работника для себя. День работодателя продолжился в стенах информационно-технологического колледжа. В рамках проекта «Жас Маман» данное учебное заведение оснащено современным оборудованием. Через интерес к новым технологиям учащиеся подтягивают свои знания по математике. Например, такие глубокие разделы, как тригенометрия. Она постигается благодаря помощи графического планшета, интерактивной и онлайн-доски. В рамках празднования работодатели приняли участие в мастер-классах, познакомились с передовым опытом в учебных процессах, а также высказали свое мнение в вопросах подготовки востребованных для них специалистов. К примеру, компания «АйТи Групп Казахстан» с данным колледжем сотрудничает более пяти лет. Мы со своей стороны организуем бесплатное профобучение. То есть наши ведущие, практикующие разработчики преподают, делятся своими знаниями в сфере разработки сайтов, разработки программного обеспечения, мобильных приложений, языкопрограммирования PHP. То есть у нас каждый день по одному часу мы выделяем время на то, чтобы обучить студентов каким-то новым навыкам. Все знают, что «АйТи» сейчас – это за «АйТи-будущее», то есть в любом направлении в сельском хозяйстве, в машиностроении везде применяется «АйТи». Это очень востребованная специальность. И сейчас «АйТи» развивается, то есть создаются новые языки программирования. Поэтому мы, наша компания вносит определенную лепту тоже в развитие колледжа. В целом в день праздника представители более ста предприятий приняли участие в различных мероприятиях. Самые активные из них были отмечены благодарственными письмами профильного министерства и управления образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова